Его безоговорочная победа привела к тому, что в финальном бою Марат встретился с мастером спорта в двое старшим по возрасту, Валерием Дудаевым. Вы видите, что тактика Дудаева отличается осторожностью и хитростью. Пытавшийся приноровиться к ней Галеев не смог сделать ничего выразительного в течение тех двух раунд. Продолжение следует... После замечания судей бой пошел гораздо оживленнее. Противники обменялись сериями ударов. Но решающее слово осталось за Галееву. Первые места заняли Зайцев, Думбов, Галеев. Вторые места у Садриддинова, Кулакова, Меншикова. И третье место у Ганеева, Рената. Теперь, когда все волнения и переживания соревнований остались далеко позади, как Вы оцениваете выступление своих подопечников? Ну, я оцениваю, что наше выступление, сборная команда города Октябрьска очень удачным. И все-таки наша команда молодая по сравнению со сборными командами республики. У нас было большинство юниоров, а остальные два только с 1976 года, которым по 19 лет. А считаете ли Вы, что Ваши советы во время боев, которые Вы даете участникам, все-таки доходят до бойцов? Ну, мы считаем, Василий Степанович, что они доходят, потому что результат наяву. Думаете ли Вы, что за нашими боксерами, которые вполне успешно выступили на этих соревнованиях, большое будущее? Ну, большое будущее. Я могу сказать, что они должны боксировать все в взрослой сборной команде России и должны выполнить все мастеров спорта. А юниоры должны кто-то из всей команды попасть на первенство мира. Вообще мы планируем вот это. Спасибо.